Дорогие друзья, мы с вами в Дубае, в одном из интереснейших и оригинальных молов. Ну, это мол у них, возможно, уже многие знают, даже из наших роликов и репортажей. Это такие гипермаркеты. Так вот, этот мол называется Ибн Батутта. Батутта это Ибн Батутта, у него там очень длинное и труднозапоминаемое общее имя, имя, фамилия и отчество по-нашему. Поэтому сокращенно Ибн Батутта это величайший путешественник, где-то там начала 14 века. Не путать с Синдбадом-мореходом. Итак, он был марокканец, посетил по нашим нынешним границам и нынешним географическим локациям, это где-то около 44 стран. Представляете, в то время был знаменитейший человек, ну, там, как знаменитые путешественники, которые больше известны и раскручены в Европе. Это там, ну, кто там у нас, Магеллан, Христофор Колумб, конечно, кто там еще. Ну, зачем аборигены съели кука, да, и так далее. Ну, вы в курсе, да? А вот на Востоке более известен Ибн Батутта. Итак, по количеству посещаемых стран, он даже, вроде бы, на первом месте. Ну, вы представьте, объехал где-то около 130 тысяч километров и посетил по нынешним границам около 44 стран. Да, был очень известным человеком, и его принимали многие там шейхи, шахи, эмиры и так далее. Так вот, ему посвящен здесь тематический именно его именем Мол, Ибн Батутта. Так, многие залы стилизованы под стиль тех стран, в которых он побывал. И, ну, именно в те времена. То есть, стилизованы под стиль, архитектуру и так далее того времени. Вот этот зал, ну, я, конечно, не специалист в этих всех стилях исторических, но, по-моему, Мавритания. Мавританский зал, имеете представление. Так, высоченные потолки сделаны под какой-то дворец. Много мрамора, украшения. Ну, здесь, естественно, везде магазины, скидки. От 25 до 70% вы это видите, да? Людей очень мало, все на работе. Это у нас сегодня что? Среда. Разгар рабочего дня. Поэтому, да, да, этот Мол находится на окраине. Почти последняя, значит, станция красной ветки метро. На окраине там уже огромные, как в фабрике, опреснители, электростанции, всякие лэп и так далее. Производство, то, которое есть в Дубае. Все вынесено за город. И вот здесь такой Мол Ибн Батута. Значит, мы прошли Мавританский. Так. Может быть, ей что-то нужно, нет? Я вам потом расскажу, что ей нужно. Так. И подходим, похоже, к индийскому. Так. К индийскому. Мистер. Сори. Яс. Индиан зал. Правильно. Сенки ем, мистер. Обычно такой вопрос задают женщинам. По-моему, я вас уже где-то видел. Сел на пенек. А? Сел на пенек, выбор на батуте, съесть пирожок. Ага. Так. Сориентировался на местности? Угу. Так. Ну, ладно. Так. А на каком-то языке? На понятном. А, ты кроме мовы еще что-то? Поехаешь? Угу. Ага. Do you speak? Рабин. Так. Ладненько. Мы побежали дальше. И так. Дальше, я так понимаю, индийский зал. Ага. Ну да. Щебы. Так. У нас какие-то махараджи тут ездят. Возят каких-то, не знаю, как там. Индийских называли. Цари. Драконы какие-то, да. Погонщик слонов. Так. Что у него? В левой руке какая-то плёточка. В правой какая-то. С острым наконечником. То есть, если слоник не слушается, ему по ушам дают. Ну, по ушам или... Ну, куда достанет еще. Да. Глазик почесать не получится. Коротковато будет. Кольчушка. Ну, значит, вот везет он. Очень, судя по внешнему виду, уважаемого человека. Тут гордо восседает и смотрит на всех сверху вниз. Ну, бывает. Так. Ну, видите, без сопровождения, без мигалок, без эскорта. То есть, а где же все жены, наложницы и так далее. Рабы с подношениями и с подарками. Так. Ну, не знаю. Наверное, где-то они по дороге потерялись. Итак. Что из себя представляет этот зал? Огромный купол. Огромная какая-то люстра. Вот так вот. Так, быстренько пробежимся. Ну, да, архитектура выдержана в одном стиле в этом зале. Очень красиво. Ну, подробно останавливаться не будем. Вы получили общее представление об этом моле, я надеюсь. Так. Ну, что? Мы будем все обходить все 44 страны? Попробуем, конечно, если у нас хватит сил и времени. Ну, а... Так. А ну, выглянем-ка мы на улицу. Что там у нас творится? Ну, там пекло еще конкретное. Градусом под 40-45. И это в конце апреля. Ну, ну. Так. Здесь, конечно, прохлада, лепота. Ой, выходить не хочется. Но иногда нужно. Ну, у них же все как. Сел у себя там на вилле, зашел в кондиционированный гараж, сел, завел автомобиль, включил кондиционер в автомобиле, приехал в подземную парковку. Ой, непередаваемый. Фу, печет от асфальта. Кошмар. Аж кварчит. Ну, у них асфальт не плавится, как у нас. У нас уже по 35-ти там уже течет и пристает. И эти... Ну, обувь уже... Обувь уже вязнет в вязком асфальте. А здесь, как видите, он гораздо прочнее. Так. И не плавится на солнце. Ну, все как у людей, в принципе. Так. Будем возвращаться обратно. Так. Ага. Вот вы видите его название. Ибн Батута Шопинг Мол. Т-экс. Фу. Ага. Вот его верные слуги. Ну, да. Тут все атрибуты власти. Барабанщики, трубачи, летаварщики, соколиная охота, орлы, соколы и прочие. Так. Летающие хищники. Так. Интересно. Так. Ну, тут у нас, конечно, контрасты. Дубай. Город контрастов. Объявления переписывать не будем. А будем на этом немножко останавливаться, чтобы чересчур не перегружать и не затягивать ролик. Пока-пока. Пойдем дальше. Пойдем дальше.